Валерий Викторович Пякин в последнем своем программе «Вопросы и ответы» обозначил такой важный тезис, что Виктор Федорович Янукович это легитимный президент и, соответственно, восстановление государственности на Украине нужно делать с его помощью. Не в смысле возвращать власть к клану Януковича, а сделать некоторые юридические акты, которые были бы бесспорны максимальному количеству участников всего процесса. К Януковичу отношение в Украине сложное, в Крыму так особенно. В принципе, вот такая вот возможность возвращения Януковича как легитимного президента, как точки ноль, с которой можно начать процесс восстановления государственности, рассматривать такую вероятность очень нужно. Но тут возникает очень важный вопрос. В принципе, если бы Януковича не было, то восстанавливать государственность нужно с какого-либо учредительного собрания, либо формирования республик, которые бы присоединились к наиболее легитимному государственному образованию, это Донецкая народная республика и Луганская народная республика. Поскольку народ является источником власти, то народ, собственно говоря, может переучредить любую страну, Украину в том числе. Вся проблема в Януковиче. Уже прошло 4-5 месяцев, а его все не видно и не видно. Уже бомбят его родные города, а его все нет и нет. Возможно, для того, чтобы этот сценарий стал живым, нужно, чтобы Виктор Федорович с автоматом в руках, как Сальвадор Альенде, все-таки вернулся на родную землю и дал какой-нибудь президентский указ вооруженным силам, которые, в принципе, поскольку он легитимный, подчиняются все-таки ему и остановил эту кровавую бойню. Тут, на самом деле, пора, мне кажется, уже обращаться лично к Януковичу, поскольку считается, что он легитимный, то нужна его личная воля, чтобы эту легитимность подтвердить.